И последние под громкие и ободрительные крики к финишу стремились у пряжки лошадей. Такой яркой и многолюдной картиной на днях в Валекинском районе завершился День табунщика. Подробности в материале наших корреспондентов. Развитие сельского хозяйства – приоритетное направление. Одно из них – коневодство. Согласно распоряжению главы республики, установлен День коневода-табунщика. Также разработаны меры поддержки. В Валекинском районе более 7 тысяч голов лошадей, из которых 60% в личном подсобном хозяйстве. 28% у крестьянских хозяйств и 16% у сельскохозяйственных производственных кооперативов. Сейчас, чтобы была оказана государственная поддержка в сфере развития табунного коневодства, у нас, конечно, создаются сельскохозяйственные производственные кооперативы, которые объединяют те поголовые, которые есть в личном подсобном хозяйстве. Но в связи с этим у нас сейчас укропнения есть, такие как во втором рюктее, в лахке, в Абагинском наследии. В этом году коневоды впервые не только получили заслуженные поздравления, но и приняли участие в соревнованиях, которые собрали большое количество и зрителей, и самих участников. На семинаре, который и открыл этот день для коневодов, давили необходимую информацию. Самый большой интерес вызвала тема о земле. Очень остро стоит выделение земельных участков. Поэтому наши специалисты разъясняли именно по дальневосточному гектару, как они могут получить, и так называемым по якутскому гектару. То есть, согласно внесению земельных кодекса республик, до 8-ми гад на одну голову могут получить те же коневоды, которые хотят заниматься пастбищем для своих нужд. Вот это разрезение они получали.